Здравствуйте все! Доброе утро, добрый день! Сегодня утром у нас еще одна лекция профессора Льва Дмитриевича Гудкова. Он вчера провел очень интересные презентации про взгляды российского молодежи. Сегодня мы можем ждать еще одну очень интересную лекцию про адинофобию и антисемитизм в России. Спасибо большое, профессор Гудков, что вы с нами еще один раз. И пожалуйста, вы можете начинать, когда вы готовы. Спасибо за возможность. Мне очень приятно выступать перед вами. Сегодня я хотел бы поговорить о наших исследованиях ксенофобии и антисемитизма в России. Эта тема давняя, и мы проводим регулярные исследования чрезвычайно и в течение года отслеживаем динамику ксенофобии через массовые опросы. И отдельные большие исследования монографического направленного характера. Первый такой опрос мы начали в 89-90 году, еще в условиях советского времени, когда Горбачевская гласность и появление новой независимой печати открыло дорогу взглядам русских националистов и шовинистов. То, что раньше подлежало жесткой цензуре и существовало только в самоиздате, внезапно вышло на поверхность с очень такими радикальными нацистскими, я бы сказал, взглядами. Хотя сама по себе эта печать была малотиражной, но ее было много и она создала впечатление такой новой волны шовинизма или ксенофобии, антисемитизма, что вызвало очень сильную озабоченность на Западе, во-первых, и прежде всего в кругах еврейской общественности. Встал вопрос, вот этот страх тогда очень силен был и встал вопрос, что опять новая волна геноцидов, сталинских таких репрессий против евреев. Надо готовить пароходы для эвакуации евреев из России или нет? И это, собственно, тогда послужило первым толчком для систематических исследований. Ну и результаты этого опубликованы на английском языке. Две книжки вышли под эдитой Американского еврейского комитета. Можно их посмотреть в 93-м, 92-м и 94-м, по-моему, году. Вот, обнаружил, что это не так, что ситуация гораздо более спокойная, но это положило начало исследованиям этнических проблем русского национализма, религиозного поведения и этнических конфликтов. Что такое ксенофобия? Сенофобия – это вещь, которую нельзя уничтожить, поскольку она является частью очень важных социальных механизмов поддержания представления о своей общности через проекцию на других характеристик, тех свойств, которые неприемлемы для данной этнической группы или коллектива. То есть это выражение неприязни, враждебности – как бы механизм переноса на других того, что не признается у самих себя. И тем самым поддерживаются некоторые границы или стандарты интегрированностью данной этнической общности. Это, конечно, очень примитивный и очень архаический механизм обеспечения такого рода негативной идентичности, освобождение от неприятных значений о самих себе. И, соответственно, мы свободны от этих характеристик, и, соответственно, мы выше тех, мы достойнее тех, чем те, кому мы приписываем вот эти негативные значения. Поэтому в обществе существуют целые слои или в любом обществе существуют группы общности, заинтересованные в поддержании собственной интегрированности через выражение антипатии, неприязни к другим. Поэтому ее нельзя уничтожить, поскольку это часть такой традиционной культуры. Ее можно регулировать. Регулировать по-разному. Если есть моральные авторитеты в обществе, то через высказывание осуждения таким формам поведения или правовыми и полицейскими формами, то есть наказание за открытую агрессию, за оскорбление других через выражение неприязни к людям другой этнической принадлежности, расы, религии и так далее. Все это работает в том случае, если действительно есть понимание особенностей вот этих механизмов. Как-то мне в разговоре один Равин сказал, что когда мы с ним обсуждали проблемы антисемитизма в России, и он мне заявил вещь, которая меня тогда поразила. Мне говорят, неважно, сколько в стране антисемитов. Мне важно, сколько анти-антисемитов. То есть, каков потенциал иммунитета против этнической агрессии. Какое сопротивление. Сколько людей настроены настроены против вот такого агрессивного национализма или этнической фобии, расизма и так далее. Для кого ксенофобские, антисемитские, российские высказывания или действия неприемлемы и недопустимы. То есть, каков потенциал сопротивления в обществе таким формам. Если говорить о антисемитизме, собственно, почему антисемитизм так важен? И почему мы выделяем его из других форм ксенофобии в России? Ну, во-первых, антисемитизм самая старая по типу и наиболее артикулированная, развитая идеологическая форма ксенофобии. Она составная часть русского национализма, идеологического национализма. И возникла еще в конце 19 века, породив целый ряд таких организаций в виде Союза русского народа или черносотенцев, которые действительно ставили своей целью ограничение и влияние евреев на политическую и общественную жизнь. В советское время антисемитизм приобрел черты государственной политики, особенно после Второй мировой войны при Сталине под видом борьбы с космополитизмом и буржуазным влиянием. Это была целая такая кампания, развернутая против евреев в науке, искусстве, в политике и так далее. Готовились чистки, и они происходили реально на этом. Почему это так? Потому что в силу особенностей еврейской истории, истории России в евреев, евреи были носителями идей модернизации универсальной культуры, прозападных ориентаций и взглядов. Как народ книги, они стремились гораздо сильнее, чем любая другая этническая или национальная группа в Российской империи или в Советском Союзе приобрести авторитет, социальный статус и социальное положение через занятия позиций, требующих специальной компетенции, знаний, культуры и прочее. Поэтому это было средством защиты от этнической дискриминации. И мы видим, как много людей еврейского происхождения заняты или присутствуют, добились особых достижений в науке, особенно в теоретической науке, физике, в других областях, музыке, литературе, культуре, искусстве, медицине и прочее. И это в советское время это вызвало достаточно серьезные подозрения со стороны власти, особенно когда началась еврейская эмиграция в начале 70-х годов. Это послужило таким толчком для целой новой такой кампании государственного антисемитизма и санкций против евреев, то есть ограничение их права на поступление в университеты, на работу, на занятие определенных должностей и так далее. Антисемитизм в этом смысле был или стал точнее своего рода парадигмой, по которым устроились другие идеологические формы ксенофобии, рационализированные формы ксенофобии. И это собственно и было одной из причин, почему мы занимались с особым вниманием именно антисемитизм. Сегодня кажется это странным, потому что евреев почти не осталось в Советском Союзе, в России. С одной стороны эмиграция, с другой стороны очень быстрая ассимиляция евреев. Она привела к тому, что из примерно 3-3,5-4 миллионов евреев, которые жили в в конце 19-го века в России. Сегодня их осталось по разным оценкам, точные цифры невозможные, но по разным оценкам от 120 до 150 тысяч человек. В основном это они живут в крупнейших городах мегаполиса и занимают очень высокие социальные позиции. антисемитизм явно жив, и я покажу это, он играет гораздо более важную роль, чем собственно удельный вес еврейской популяции в общем населении России. Это первое. Почему? Во-вторых, по модели антисемитизма строится, как я уже сказал, и другие формы выражения национализма других национальностей живущих в России. Татарского, башкирского и прочее. И это тоже по-своему интересно и важно. но два слова еще собственно как мы изучаем это. Ну первые вот исследования о которых мы начали, как я говорил, они прошли в начале 90-х годов, потом повторялись примерно через 5-7 лет и на данный момент мы провели где-то 8 таких или 9 больших исследований, которые показывали динамику отношения к евреям и саму по себе проблему ксенофобии и антисемитизма. Что это за исследования были? Это были прежде всего конечно опросы массовые опросы репресентативные для всего населения, соответственно отражающие взгляды и мнения всех групп населения России и отдельно это опросы евреев, причем как религиозных, так и секулярных лидеров еврейского движения или общественного мнения среди евреев наиболее авторитетных лиц таких предпринимателей, профессоров, общественных деятелей. С одной стороны это были как правило такие глубинные неформализованные интервью или дискуссионные группы и также интервью или дискуссионные дискуссии среди мусульман соответственно об их отношении к евреям. Особенно значимые это, конечно, было в местах, где возможны были конфликты между исламистами и евреями. Вот. Ну, плюс еще ежемесячные опросы, которые фиксировали собственно проблемы социальной дистанции, барьеров между разными, предрассудков между разными группами и так далее. В целом это дает довольно устойчивую картину, позволяющую судить о состоянии ксенофобии, структуре ее и эволюции, динамики отношения россиян к разным этническим или расовым группу. Прежде чем собственно демонстрировать эти данные, еще несколько слов вот собственно о типологии. Мы различаем типы ксенофобии и интенсивность ее выражения. Это важно, потому что разные типы неприязни этнической, религиозной неприязни, они могут быть по-разному и с разной силой выражаться. И это тоже чрезвычайно важно. Может быть радикальная небольшая группа, но обладающая довольно сильной такой нетерпимостью, агрессией, нетолерантностью в отношении других или какой-то другой определенной группы, что порождает и конфликты, и столкновения, и погромы, и так далее. Особенно это, если уже говорить на эмпирическом уровне, вот такую интенсивность нетерпимости, она приводит, ну, скажем, к столкновениям между жителями определенной какой-то группы, чаще локальные группы между, скажем, цыганами и русскими или между кавказцами и местным населением, потому что кавказцы занимают определенные ключевые позиции в торговле, в бизнесе и так далее. Так это дает толчок для действительно серьезных конфликтов, локальных конфликтов, как это было, скажем, в 2006 году в карельском городе небольшом Кондобеге или в Сагре на Урале или в Пензенской области не так давно в селе, где произошли вот такие этнические столкновения, сопровождающиеся убийствами, погромами, выселениями цыганами и так далее. Можно различать помимо интенсивности для нас важны именно типы ксенофобии, типы антисемитизма. Антисемитизм как одна из важнейших таких составляющих ксенофобии. Я выделяю три главных таких типа ксенофобии или антисемитизма. Первый это племенной ксенофобия, когда неприязнь направлена против всех чужих. Здесь она слабо идеологизирована, но отличается довольно жесткими внутренними барьерами на контакты со всеми другими, со всеми чужими. запрет на брак, на работу, на соседство и так далее. Как правило, это тройболистский такой характер. Ксенофобия присущ или характерен для народов или этнических групп, живущих стабильно и отдаленно. Например, для Северного Кавказа, для татарии, сельской местности, татарии или башкирии, хотя в меньшей степени, туве, за Байкалием, где особенно часто бывают такие столкновения и межэтнические конфликты. Это один тип. Довольно архаический и традиционный такой тип ксенофобии. Еще раз говорю, что по отношению ко всем, кто не является членами данной этнической группы. Прямо противоположный тип ксенофобии это идеологически выраженная ксенофобия. Примером этого является идеологический антисемитизм, когда запретов на, скажем, брак, на сотрудничество с евреями нету, но евреи представляют собой угрозу по отношению к каким-то ключевым моментам коллективной идентичности. Это, скажем, это может приобретать форму антисемитизма. Никаких таких особых предрассудков по отношению к повседневному взаимодействию со стороны вот такого рода антисемитов с евреями нету, но идеологически это становится частью идеологии русского национализма или еще какого-то. Иногда это очень рафинированная, систематизированная и хорошо продуманная система аргументов. я не говорю о адекватности, я говорю, что это существует как часть идеологии и, соответственно, поддерживается определенными группами. И третий тип антисемитизма и ксенофобии это рутинный такой антимодернизационный очень рутинный повседневный эклектический антисемитизм или ксенофобия очень широко распространенный, смешивающий отдельные признаки и отдельные стереотипы в отношении в данном случае евреев или в отношении к чеченцам и к каким-то другим. Это слабо рационализированные, но тем не менее очень значимые вещи. То есть можно это вот три типа. Они по-разному представлены в исследованиях. Можно сказать, что если говорить о структуре любой ксенофобии, но прежде всего антисемитизма, то можно выделить ядро, антисемитское ядро, составляющее примерно 8-12 процентов, наиболее агрессивные настроенных по отношению к евреям, русских националистов или не только русских, антисемитизм характерен и не только для русских, а для многих других этнических групп, живущих в России. Это вот ядро 8-12 процентов, которые настроены достаточно неприязнно, артикулируют эту неприязнь, не выражают достаточно резко, если есть издания, то в изданиях, в интернете и так далее. Это ядро окружено некоторым таким слоем размытым, где проявляются определенные этнические установки, ограничивающие взаимодействие основной части населения, претендующие на ограничение значительной части населения с евреями или с другими этническими группами, оно составляет вот примерно оболочка этого ядра, где-то еще там 20-30 процентов. она характеризуется сохранением очень значимых предрассудков, антисемитских, антиеврейских предрассудков, и сочетается, и там наблюдается сочетание антисемитизма и других видов ксенофобии, то есть неприязни к другим этническим группам. И, наконец, внешний слой очень размытый и розированный, где проявляются отдельные стереотипы, чаще всего негативные, в отношении евреев или других групп, но не направленные не на евреев или другую этническую группу, а служащие лишь для поддержания этнической идентичности основной части населения. Иначе говоря, вот этот слой предрассудков, скажем, там мнение о том, что евреи избегают физического труда, что для евреев выгода важнее человеческих отношений, что евреи живут богаче других и так далее. Они распространены достаточно широко, захватывая примерно до 60% населения, но они не направлены не на евреев, еще раз говорю, а как бы служат средством самоопределения, самоконсолидации самого этнического большинства, в данном случае русских, русских, татар и других. Это важно, потому что функциональная роль этнических стереотипов очень разная. И теперь посмотрим, как это представлено в разных группах. С уходом государственного антисемитизма, вот собственно с окончанием политики государственного антисемитизма в советское время, а это совпадает с началом перестройки, снятием ограничений на занятия нерусскими людьми, нерусской национальности, этнической принадлежности различных позиций, ситуация резко улучшилась. Вот это по последнему замеру, как вы видите, отношение к евреям чрезвычайно благожелательное или спокойное, к немцам, к украинцам, хуже отношение к китайцам, чеченцам, арабам, цыганам, в особенности цыганам, которые представляются как культурно чужие или социально чужие. Вот эта иерархия достаточно устойчива и в этом смысле традиционный антисемитизм можно сказать, что традиционный антисемитизм в России ушел и вообще говоря отношения между людьми различных групп довольно спокойные. Гораздо лучше, чем это можно было бы себе представить в начале распада СССР, когда опасения того, что этнические конфликты приобретут такую кровавую форму внутренней войны, гражданской войны, были очень сильны. у всех перед глазами стоял пример Югославия, этнических войн или других стран с такими же конфликтами в России, было как раз довольно спокойно, казалось спокойно, хотя сам период распада СССР или предшествующего действительно сопровождался довольно сильным обострением межэтнических конфликтов, напряжения, ну просто специалисты, скажем, имени Абрамовича Паин, который систематически занимался, насчитывал более 130 зон конфликтов, кровопролитных конфликтов на территории бывшего СССР. И действительно распад СССР, он дал целую серию таких войн межэтнических или межнациональных, но не в самой России. Ну, примером такой был, это война между азербайджанцами и Арменией, между грузинами и Абхазией, Осетии, конфликты и столкновения в Молдавии и других таких наиболее значительных. Казалось, уровень России в этом смысле вышла довольно спокойно, но если не считать две продолжительных и очень тяжелых чеченских войны, которые действительно оттянули на себя очень большую часть такого агрессивного ксенофобского потенциала. Усталость от этих войн, ощущение несправедливости, оно привели к повышению общей терпимости в российском обществе и снижению этнических конфликтов. В этом плане можно сказать, что ситуация распада краха СССР, она все-таки, если не считать Чечню, чеченские войны, то все-таки обошлась достаточно малой крови, что называется. Поразительно, что тот государственный антисемитизм и кампания по дискредитации евреев, она не привела, она с окончанием вот этой политики государственного антисемитизма не вызвала какой-то агрессии по отношению к евреям. Напротив, то, что вот я показываю, отношение к евреям, оно как бы занимает верхнюю строчку в списке позитивных установок межэтнических, оно связано именно с тем, что евреи, несмотря на свою малочисленность, они приобрели такой образ высоко престижной социальной группы, культурной группы, а само проявление антисемитизма, оно стало квалифицироваться как неприличное, как характерное для низших слоев, импенизированных слоев, как поведение неудачников в социальном плане. И это очень важный момент, который, я бы сказал, сдерживает проявление такой ксенофобии антисемитизма. Это важная вещь, совершенно неожиданная для тех, кто опасался антиеврейских погромов и прочее. Тем не менее, сказать, что в России все так хорошо, трудно. Действительно потенциал сопротивления этнической агрессии довольно высок, учитывая опыт и Чечни, и других таких проблем этнических. Но вместе с тем, как вы видите, внутренние требования восстановить иерархию различных этнических общностей, народов внутри России, он действительно немножко растет. И это важно. Это ответ на ту политику конфронтации с Западом, восстановление традиционных ценностей и акцента на особые роли русского народа, которая стала частью политики нынешнего путиновского режима. Когда русские провозглашаются государственно образующим народом, то это так или иначе влечет за собой представление об их иерархии народов и, соответственно, их неравноправие, чтобы там не говорилось о дружбе народов, терпимости, недопустимости разжигания межэтнической розни и так далее. Это потенциал этот есть и он сохраняется. Потенциал сопротивления, несмотря на довольно высокий уровень внутреннюю такой внутренне шовинистическую русского национализма, который живет и важен, потому что он является ответом на наиболее консервативных групп населения, как правило, это сторонники коммунистов, которые превратились, давно уже утратили всякую связь с марксистской идеологией, стали таким партией и движением по сохранению имперских, великорусских представлений, довольно агрессивных по отношению к Западу и к либерализму. И все вместе это позволяет сохранять потенциал ксенофобии. Русские в этом смысле та часть населения, которое пострадало от проведенных реформ и чувствует себя проигравшими в ходе экономических и социальных преобразований в России за последний год, испытывает сильнейшая потребность в компенсаторных идеях, компенсаторных взглядах и требует своей защиты достаточно эффективной, но в виде предоставления именно русским особых привилегий, особых преимуществ при занятии ключевых позиций в социальной жизни. Вот понятно, что это не достигает уровня большинства или действительно это не может быть выражено в виде какой-то политической партии, политических требований, но в общественном мнении, особенно в таких маргинальных группах, это довольно ощутимо присутствует. Вот если посмотреть на почти 30-летние замеры, то вот это требование обеспечения русским, этническим русским определенных привилегий при занятии государственных должностей, оно ощутимо и поднялось почти четверти до более чем трети в последние годы. Тем не менее, все-таки основное большинство населения настроено против вот такой не иерархии, хотя не во всем. Такого рода предрассудки, они сохранение предрассудки, взгляды о необходимости ограничивать доступ нерусским людям к занятию ключевых позиций в обществе, они касаются нескольких таких вещей, принципиально важных для воспроизводства всей социальной структуры. Первое это занятие, конечно, ключевых символических позиций, в виде позиций в области. Поэтому, несмотря на позитивное отношение к евреям, уважение и авторитету, которым они пользуются, явное нежелание, причем оно усиливающее, с тем, чтобы еврей стал президентом России. Это чисто идеологическое требование, оно интересное тем, что оно выражается, и оно очень широко и диффузно распространено, хотя никак публичным образом не артикулируется. Надо сказать, что несмотря на это предрассудков, пять из восьми последних премьер-министров были как раз именно евреями. Это важно для понимания структуры межэтнических проблем, этнических предрассудков и так далее. Итак, первое предрассудок, который существует в массовом сознании, это ограничение для нерусских при занятии символических ключевых, важнейших ключевых позиций. Далее это все слабеет и, скажем, уже по отношению к занятию важнейших государственных должностей в правительстве, министров и прочее. Сопротивление достаточно снижается, тем более это при назначении, при подборе преподавателей, то есть в системе социального культурного воспроизводства общества. Там вот эти вот барьеры, внутренние барьеры, они слабеют, еще более они слабеют при в таких областях, как средства массовой информации, то есть контроль над или манипуляция над общественным мнением, над общественным сознанием, и тем более она снижается при в отношении системы образования, особенно при поступлении в ВУЗа. Это важно, потому что в советское время существовала жесткая очень жесткая селекция при назначении на определенные должности, при подборе, при принятии на работу знаменитый так называемый пятый пункт, который отсекал евреев от очень многих сфер работы, он практически ушел сегодня, и таких ограничений, я бы сказал, что сегодня не существует, хотя в массовом сознании осталось следы ее в виде требований все-таки сохранить такого рода барьеры и ограничения. Еще более важный, на мой взгляд, это идея, скрытая такая нацистская идея России для русских. Она в публичном виде очень редко представлена и не допускается, но в массовом сознании она в той или иной ослабленной прежде всего форме, она сохраняется как некоторая компенсаторная иллюзия или желание предоставить русским как наиболее ущемленной группе населения пострадавшая от реформ, которые воспринимаются как чисто внешнее вторжение или внешнее навязывание определенной политики извне русскому населению, от которого оно пострадало. Это чисто консервативная такая реакция защиты, потребность защиты, но она играет очень важную роль действительно с одной стороны для поддержания коллективной идентичности, с другой стороны для сохранения какого-то все-таки или желания сохранить этническую иерархию, неравноправие разных этнических групп в России восстановить то, что было в советское время, когда существовала довольно четкая иерархическая структура различных не только республик, но и автономии, региональных автономий и этнических групп. Тем самым это как бы прессентимент социальных слабых, но он достаточно широко распространен и в общем в той или иной степени поддерживается властью нуждающейся действительно в популистской риторике, в популистской демагогии для мобилизации поддержки вот этой консервативной, ущемленной, чувствующей свою уязвимость основной массы населения. Интересна здесь политика власти в отношении этнических проблем. Власть или нынешний режим не допускает открытых националистических организаций или движений проявлений все равно как в форме чеченских, татарских, русских националистов. Жестко преследуя их и подавляя, наказывая и штрафами, и тюремным заключением за оскорбление национального достоинства, этнического достоинства различных групп. Это с одной стороны. Просто как примеры можно привести разгром русских национальных националистических организаций и осуждение их лидеров Демушкина, Белова и так далее. Довольно жестко здесь действует, потому что все эти организации националистические вне зависимости от того, какие они татарские, русские, Балкарские и так далее, они выступают с определенной ингурской, они выступают с определенной критикой политики федеральной власти по разным поводам и напряжениям. И именно это является основанием для их преследования и подавления. Вместе с тем, особенно по отношению к русским националистам, имеет место практика частичного заимствования отдельных лозунгов, их адаптирования и присвоения, не просто присвоения, а включения их в систему государственной пропаганды в очень ослабленном таком виде и перехвате лозунгов. Собственно, вот идея государственного образующего народа русских, она вошла в систему конституции, хотя это было требование именно маргинальных экстремистских групп русских националистов в середине 90-х годов, в начале 2000-х годов. Вот таким образом происходит изъятие отдельных элементов идеологической ксенофобии и включение их в общий официальный дискурс и манипуляции этим. Ну, вот на этом я бы хотел закончить. пока поставить. есть какие-то вопросы, то я готов ответить на это. им.